Вот так теперь выглядят деревья в пригороде Улан-Удэ. Это далеко не безобидный тополиный пух. Никто пока не знает точно, что за насекомые едят деревья. Также нет и ответа, как они появились здесь в таком количестве. События бурно обсуждаются в соцсетях. Есть версии их завоза специально для уничтожения леса. А кто-то уверен, что попали гусеницы с колес приезжающих из Иркутска машин. Мнений насчет вредителей оказалось много. Нету дождей. Дождей были бы, это паутина даже не было бы. Потому что я уже это все знаю. Почему это бывает? Потому что длина самца. Представления не имею никакого обстоятельства, как это все произошло. Но откуда-то, может быть, завезли. Вот не было моментально это все произошло. Буквально на днях я увидел, что творится такое. Лесники? Бизнес лесной? Вот и все. Было очень жарко. И по всей вероятности бабочка, которая... Замечала бабочка. Да, и... И начало размножаться. Гусеницы совершенно безобидны при контакте с людьми. Опасны они для черемухи. Это их любимое лакомство. Населению в такой ситуации остается лишь профилактика своих огородов и садов против вредителей. Тут хороши как химикаты, так и экзотические народные средства. Чай, табак, апельсиновые корки. По утверждению сотрудников Центра защиты леса, вероятность массового нападения вредителей в следующем году маловероятна. Но в этом году ягод черемухи здесь уже точно не будет.